Сторис умерли. Не обязательно тратить огромные деньги для того, чтобы быть в тренде. Не новый тренд. Я привела сейчас гиперболизированный пример. Визуал был важен всегда. И даже на Руси, когда выдавали дочь замуж, визуально оценивали уровень ее здоровья и сможет ли она выносить и родить здорового ребенка. Так или иначе, на сегодня визуал ассоциируется у нас с вами с фотографией и, как следствие, с Инстаграм. Если вы смотрите это видео, значит вам интересна эта тема. Давайте начинать. Всем привет! С вами Юля. Я дизайнер бренда Julia F. И пусть я создаю одежду определенного стиля, мне все равно важно следить за трендами, чтобы стараться быть на волне. Так что в ближайшие минуты этого видео мы обсудим с вами тренды в визуале 2023 и поговорим о ближайшем будущем в Инстаграм. Так что же такое тренды? Википедия дает нам вот такие вот ответы. И визуал в нашем сегодняшнем контексте это что-то типа моды интернета. Тренды в визуале это актуальная визуальная подача чего-либо или кого-либо. Есть разные техники для того, чтобы научиться предугадывать тренды. Но самое важное в этом всем быть внимательным, потому что многие тренды приходят к нам с прошлых, так сказать, сезонов, либо появляются из-за того или благодаря тому, что происходит вокруг. Если говорить о трендах в Инстаграм или ТикТок, например, то там тренды появляются благодаря крупным блогерам. Их контент завирусился, за ними начинают повторять такое же фото или видео, и тренд набирает обороты. Как только происходит перенасыщение, тренд идет на спад. Всеми любимый минимализм слегка отходит на второй план, но все еще живет. Этот тренд с нами уже несколько лет, но многие до сих пор так и не научились качественно создавать эстетичное, минималистичное фото, а вместе с тем и ленту в Инстаграм. Перенасыщение таким стилем, на мой взгляд, произошло из-за того, что многие стали таки вдавливать из себя подобные фотографии, создавая искусственно какую-то историю создания кадра. Что такое минимализм, можете узнать в моем вот этом видео. Да, такие кадры стильные, в них много воздуха, но в них абсолютно нет никакой уникальности от автора. К слову, мне на глаза попалось фото одной девушки. Чистый минимализм. В кадре одно белое эстетично помятое одеяло. Фото уютное, я практически ставлю лайк, и мне на глаза попадается заголовок поста. Тренды в одежде очередного текущего сезона. Вот это поворот! В погоне за идеальной раскладкой люди искусственно создавали кадры, которые никак не гармонируют с внутренностью. Вы знаете, покупаешь видеокассету ребенку, как в старые добрые времена. Красавица и чудовище Дисней приносишь домой, включаешь, а там 18+. Отсюда вытекает следующий тренд – аутентичность. Я не знаю, как по-другому назвать это вене, но оно набирает обороты, спихивая минимализм с пьедестала. Это когда вы создаете фото, которое отражает вас, вашу жизнь, ваш образ жизни, вашу среду обитания. И если вы, как и я, любите винтаж и всякое такое, больше не нужно заставлять себе делать фотографии в стиле минимализма на фоне голой цементной стены. Чем больше объектов попадает в кадр, тем ярче и больше вы открываетесь публике как личность. Не сравнивайте себя ни с кем и не будьте ни на кого похожими. От позировок до выбора ключевых акцентных постоянных цветов. И именно ваше видение и ваша жизнь могут стать интересными другим, а не ваше подражание кому-то. Отсюда вытекает важность развития личного бренда. Я считаю, что в 2023 году практически каждый должен задуматься о своем личном бренде, даже если он ничего не продает в интернете и не является блогером. Это важно для саморазвития, чтобы проработать свои страхи, выявить сильные стороны и делать акцент именно на них. И тогда, я уверена, мир стал бы лучше и было бы меньше злых и недовольных людей. Уже в прошлом году все и везде говорили, что в тренде натуральности фото, сделанные здесь и сейчас, максимально выстрелила съемка на телефон и многие громкие бренды стали делать визуальный контент именно на телефон. Поэтому в безусловном тренде в визуале будут натуральные цвета. Но это не говорит о том, что только пастельные, скорее речь о том, чтобы не добавлять цвету яркости и не делать его пестрее, чем он есть. Фото в стиле зум. В прошлом году мы привыкали к контенту без дополнительной ретуши не только в коже, теле в виде зауженной талии, но и неровностях в одежде. В прошлом году мы перестали ретушировать и убирать складки и загибы в одежде, оставляя и в этом натуральную жизнь. А вы уже перестали убирать свои складки? Надеюсь, что это так, потому что фото в стиле зум подразумевает под собой максимально близкие кадры частей лица, тела, детали в одежде, бытовых и интерьерных вещей. Репортаж как запечатление вашей типа реальной жизни в типа непостановочный момент. Сюда входит ваша аутентичность, натуральность, фото, сделанное здесь и сейчас, и какое-то размытие, и эффект пленки. Что же такое репортажная аутентичность? Откинем сейчас постановочные искусственные фотосессии в стиле Мария Антуанетта. Вот, например, я занимаюсь одеждой, и в мой репортаж могут входить процессы создания изделия, снятия мерок, примерка или, как я несу, чехлы с одеждой в студию на фотосессию. Если я создам фото, безусловно, атмосферное, в черно-белом костюме с подносом в руке среди столиков парижского кафе, это будет репортаж, но не про меня. И пусть я привела сейчас гиперболизированный пример, вот вам другой. Девушка-стоматолог и, внимание, продвигает свою услугу на рабочей странице в Инстаграм. Какое репортажное фото более аутентичное? Какое фото отражает жизнь девушки, но при этом не забываем о том, что она стоматолог? В тренде будут фото, которые вызывают какую-либо эмоцию, но не показывая ее в лоб. То есть не те фото, которые вызывают гнев, боль или радость от того, что в кадре именно такое настроение у модели, а фотографии с эмоциональным смыслом, глядя на которые возникают какие-либо эмоциональные ассоциации. Кадры в стиле фэшн. На своем онлайн-курсе в прошлом году я упоминала это веяние в визуале. Этот тренд продолжает жить и плюс ко всему набирает свои обороты. Если в прошлом и позапрошлом годах блогеры фотографировались часто с брендовыми вещами, такими как сумка Прада, кольцо Диор, мыло Шанел, на сегодня стиль фэшн доступен для всех, кому интересна подобная тематика. Не обязательно тратить огромные деньги для того, чтобы быть в тренде, а важно показать нестандартные формы или что-то классическое под необычным углом. Делайте акцент на стильном образе и не важно, какого бренда на вас одежда. Главное, покиньте пределы разума и будьте индивидуальностью. Фото в отражении не новый тренд, очень атмосферный, и тут может быть как фото в зеркале, фото в чем-то, что отражает, фото в запотевшем зеркале или вообще имитация того, что вы себя фоткаете в отражении, то есть кто-то фотографирует вас с телефоном в руке. Текст на фото набирает свою популярность. Но это не о том, что нужно делать однотонный фон и печатать тексты, а когда в кадр попадает что-то с текстом. Цитата из книги, слово написанное на зеркале или фраза на одежде. Итак, медленно, но верно, мы приблизились ко второму блоку «Тренды в Инстаграм». Начну, пожалуй, с шок контента. В сторис умерли? Не совсем, скорее отошли на второй план. Уже в прошлом году успешный успех в постах был антитрендом. На сегодня продуктивная продуктивность в сторис также начинает тухнуть. Подписчикам куда интереснее наблюдать за реальной жизнью, чем только за дорогостоящими поездками и брендовыми покупками. Натуральность жизни будет откликаться в сердцах. И если вы ничего не публиковали за целый день и захотели выложить сторис ночью, публикуйте. Это и есть вы, ваша жизнь и ваш путь. Делать прогревы перед продажей в лоб не рекомендует. Этого уже все устали и куда лояльнее публика примет в мягкие продажи. Если ваш контент откликается подписчику и ваш продукт качественный и уникальный, его купят. Если об этом напомнить. Не стоит прогревать публику, навязывая покупку всем. Это уже все чувствуют подсознательно и просто перелистывают. На сегодня не обязательно выходить в сторис каждый день, писать план, и чтобы за день первая сторис была с вашим лицом. Так же, как и натуральность в визуале в целом, в тренде инстаграм экологичное ведение социальной сети. И все, кто вели, ведут или старались вести сторис на постоянной основе, придерживаясь одной линии повествования, не дадут соврать, что это очень сложно, энергозатратно и требует огромное количество времени. Полезного времени. И по факту человек ставил на первое место рассказать в сторис о том, что он выполнил первый пункт из списка дел на день. И пока он публиковал эти сторис, подбирал качественные фотографии, прошло полдня, и он не успел выполнить два других дела. На сегодня можно забить на сторис, ну или публиковать там легкий контент. А где делиться полезным? Где продавать продукт или себя как блогера? В Reels. На сегодняшний день Reels помогает продавать пассивно. И если вы создаете подобный контент на различные тематики, но не отходя от того, что раскрывает вашу экспертность, на вашу страницу приходят новые люди, которые не являются вашими подписчиками. И если им зашел Reels, на которые они попали, они могут посмотреть предыдущие. Если в каком-то старом вы что-то продавали, у вас могут это купить. А вы это рекламировали давно и сейчас об этом не вспоминали. В особенности советую обратить внимание на экспертные Reels. Да, возможно на них медленнее или меньше всего набирается просмотров, но именно они помогают продавать вашу экспертность, личный бренд или продукт-услугу. Трендовые Reels дают свои результаты, но не такие долгосрочные, как экспертные. Так что если вам есть что сказать, действуйте. Еще советую обратить внимание на закрепленные Stories с вашей актуальной информацией. Это вспомогательная информация для вашего подписчика, потенциального клиента, которая также помогает продавать пассивно. Смотрите, новичок попал на ваш интересный экспертный Reels. Переходит на ваш аккаунт, смотрит другие. И заинтересовало, какие у вас следующие действия. Он переходит на вашу ленту профиля. И если визуал первые три секунды его увлек, он начинает изучать ваши закрепленные Stories. И если там он нашел ответы на свои боли, то он становится вашим подписчиком, либо сразу же что-то у вас приобретает. И как следствие в тренде будет лента профиля, как будто бы без подготовленной раскладки, как будто бы фото, сделанное здесь и сейчас, опубликовали здесь и сейчас. Это веяние приходит к нам от американских блогеров. Такие ленты хочется рассматривать, в них есть жизнь. Но не стоит путать это веяние с теми временами, когда слово раскладка нам вообще было незнакомым. Суть тренда не в том, чтобы поставить крест на визуале. Когда у нас были определенные правила раскладки по ракурсам, кадрированию, и даже цветовой составляющей, у нас было меньше проблем. Мы создавали большое количество контента и потом, грубо говоря, методом подбора миксовали по выбранному шаблону фото для публикации. Пропускали через визуальный шредер, так сказать. Получался способ раскладки шашечкой. Я этим правилом на своем онлайн-курсе выделила целый урок, который занял 19 минут. На сегодня эта информация не то чтобы не важна, она не в топе трендов. Так как же повторить тренд публикации без раскладки? Тут есть несколько лайфхаков, как не переборщить или как компенсировать отсутствие правильной раскладки в смысле ракурсов. Раньше мы компенсировали публикуемые кадры чередованием крупности объекта. Портрет, детали, в полный рост. Теперь, чтобы не заморачиваться четкостью кадрирования объекта, предлагаю обратить внимание на геометрию, текстуру и наполненность кадра. Пустите в свое сознание доступ к видению всего вокруг не только обрезанного концепции минимализма. Чтобы разбавить ленту и быть в тренде, можно миксовать текстурность. Если в каких-то кадрах вы использовали мелкие и частые текстуры, других уделите внимание текстурам в минимальном количестве. Также, если на фото вы запечатлели много воздуха, на другом можно показать полностью занятое пространство. А в геометрическом смысле можно делать кадры с правильной и повторяющейся геометрией и ритмом, либо фотографировать плавные мягкие формы. Итак, теперь у нас невероятное количество возможностей делать фото для инстаграм и быть в тренде. Но как же при всем этом сохранить эстетичный визуал? Как и в монтаже видео на одну и ту же тематику, стоит обратить внимание на баланс белого, чтобы когда кадры меняются, свет не скакал. По этому же принципу я рекомендую использовать похожие настройки баланса белого и контрастности на всех фото, а также придерживаться одной цветовой температуры. Таким образом, какие бы цвета яркие или нейтральные, холодные или теплые не были на ваших фото, благодаря одной цветовой температуре эти цвета не будут сильно выбиваться из вашей ленты. Вероятнее всего, я сегодня что-то упустила, где-то что-то не договорила. Ну, тогда я могу сделать продолжение этого ролика. Ну, только если вам понравится подобный формат на моем канале. Об этом вы можете сообщить в комментариях, я всегда всем отвечаю. И безумно буду благодарна вам за поддержку в виде лайка и подписки. На этом я с вами прощаюсь, всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok